Тихон Дзитко Тихон Дзитко Итак, власти Германии объявили вознаграждение в 100 тысяч евро за информацию о местонахождении мужчины, подозреваемого в организации теракта в Берлине, который, напомню, унес жизни 12 человек. Предполагается, что террорист укрывается на западе страны, в федеральной земле Северный Рейн Вестфалия. Полиция готовит там спецоперацию. Все подробности у нашего корреспондента Константина Гледенсвайга. Тихон Дзитко Из экспертизы выходит, бежавший с места преступления был ранен. Безрезультатно полиция этой ночью обошла все городские больницы. Появился новый подозреваемый. Подозреваемого, начиная с прошлой полуночи, активно разыскивают. Но, как и мои коллеги, я хочу подчеркнуть, это подозреваемый, то есть не факт, что преступник. В лицо этого подозреваемого полиция хорошо знала и прежде. Приехав в Германию менее года назад, тунисский беженец Анис Амри занял быстро видную роль в немецких исламистских ячейках. Этот приют в городе Эмерих на западе Германии – одно из последних его пристанищ. Теперь Амри ищут по всей Европе. Этому человеку отказали в статусе беженца еще в июле, но его не смогли депортировать, потому что при нем не было действительного удостоверения личности. Процедура оформления документов была запущена в августе. Власти Туниса поначалу отрицали, что это их гражданин. Бумаг, необходимых для депортации, долго не было, и только сегодня они появились. Комментировать это я не хочу. Нам придется вести дискуссию о том, как быть с известными полицией радикальными исламистами. Если преступником в самом деле был этот человек, то выходит, что об опасности совершения им теракта спецслужбы знали с начала года. Случай предполагаемого террориста, убившего 12 человек. В правящих партиях политкорректно называют, цитата, иллюстрацией на тему впечатляющего собрания пробелов в законах Германии. Другими словами, провала властей в попытках взять под контроль миграционный кризис. Очевидно, речь идет о гражданине Туниса, выходца из североафриканского государства, которое мы, христианские демократы, уже давно и настоятельно требовали включить в список безопасных стран. Мы обращаемся к своим партнерам по правительственной коалиции и к Бундесрату. Признать, наконец, страны Северной Африки, Тунис, Алжир и Марокко государствами безопасными для соискателей убежища. Но поправками к законам в Бундестаге после таких последствий дело может уже не ограничиться. Немецкие правые альтернатива для Германии уже подхватила удачную для предвыборной борьбы тему. Погибших на этой площади популистской партией называют убитыми ангелой Меркель. На другом конце площади в это же время жертв теракта поминают вместе обычные немцы и беженцы. Общим хором они затягивают. Мы остаемся едины. Я пою тут, вспоминая о погибших здесь людях. А еще о тех взрослых и детях, что каждый день сейчас погибают в моей стране, в Сирии. Многие очевидцы трагедии, они здесь и сегодня до сих пор не могут оправиться от произошедшего. Новогодние рынки формально снова открыты. Но вот как они выглядят. Между прилавков только редкие туристы. Это семья из Израиля. Люди боятся выходить на улицу. Потому что здесь не привыкли к терактам. А у нас люди выходят в любом случае на улицу. Даже когда есть теракты. Последние два дня пустота, дикость. Мы вчера были даже на представлении. Мы шли домой. Немножко даже было где-то страшновато, потому что мы были одни в городе. Акселю Кайзеру, владельцу кафе на том самом рынке, тоже трудно. Но уже завтра он и чудом уцелевшие сотрудники откроют свое заведение вновь. Страх не должен взять верх. В этом несчастье нам, к счастью, повезло. Грузовик пронесся в двух метрах от нашего киоска, протаранив соседнюю палатку с Глинтвейном. Что и ее продавцы уцелели, тоже чудо. Но если бы фура свернула чуть вправо, то въехала бы уже в наше кафе. В этот момент там шла рождественская вечеринка. Были около ста человек, и кончилось бы все гораздо хуже. Утром в клинику имени Вирхова. Здесь врачи борются за жизнь восьми тяжелораненых. Приободрить их и страну приезжает президент Германии Йоахим Гаук. Глава государства говорит о том, что помимо терроризма в Берлине этим вечером нашлось место и героизму. Среди тяжелораненых, с которыми я говорил здесь, был и один из тех, кто в первые секунды, безо всяких медицинских навыков, помогал пострадавшим на месте трагедии. А в итоге пострадал сам. Ему на голову упала балка. Если бы этот человек просто встал в сторону и снимал фотографии на телефон, с ним ничего бы не случилось. Но вместо этого он кинулся в самое пекло. В списке выживших немцы, израильтяне и итальянцы в числе погибших, предположительно, и двое граждан Украины. Эти десятки тысяч свечей и цветов, которые продолжают возлагать со всех сторон берлинской Брайдшальдплац, безмолвное подтверждение Германии скорбят о каждом из них в преддверии Нового года и новых времен. Константин Гальденсвай, Кирилл Бутырин, Яна Карпова, РТВА из Берлина. К другим новостям. Сирийская террористическая группировка «Джейш Аль Фатх» армия завоевания опровергла свою причастность к убийству в Турции посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает организация «Сайт Интеллидженс Групп», занимающаяся мониторингом деятельности террористов. Ранее сегодня со ссылкой на иракское телевидение появились сообщения о том, что ответственность за покушение и убийство взяла на себя именно она. Тем временем президент Турции Раджеп Таип Эрдоган прямо обвинил в гибели российского дипломата проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Версия о пусть и косвенной, но причастности Запада к убийству дипломата, судя по некоторым комментариям, является едва ли не одной из основных в Москве и Анкаре. Какие теории в связи с громким убийством высказывают? В вопросе разбирался мой коллега Евгений Маслов. В США с удивлением реагируют на попытки найти в убийстве российского дипломата в Турции западный след. Американские газеты пишут о том, как Москве и Анкаре увлекаются теориями заговоров и называют теракт провокацией и попыткой поссорить Турцию и Россию. Американские эксперты видят в этом желание отвлечь внимание о действии Москвы в Сирии с одной стороны, а с другой скрыть тот факт, что среди турецких силовиков, даже несмотря на недавние чистки после попытки переворота, могут быть экстремисты. В интернете появились фотографии, на которых якобы запечатлены Эрдоган и Алтентаж за два дня до покушения на российского посла во время церемонии вручения наград. Эти снимки публикуются в подтверждении сообщений о том, что Алтентаж несколько раз привлекался к мероприятиям по охране президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Сам президент сегодня за убийство возложил вину на проповедника Гюлена, проживающего в США, и которого американские власти отказываются выдавать Анкаре. Нет причин скрывать, что убийца был сторонником Гюлена и частью его движения. На это указывают все улики, все его связи. У нас есть основания полагать, что ему помогали из-за рубежа. Сейчас наши спецслужбы работают с материалами, и скоро мы сообщим о результатах расследования. Ранее сегодня в СМИ со ссылкой на иракское телевидение появились сообщения о том, что ответственность за покушение взяла на себя сирийская антиправительственная группировка Джейш Аль-Фатх, но позже ее представители это опровергли. Турецкие СМИ также сообщали о том, что повлиять на Алтенташа могла еще одна террористическая группировка Аль-Каида. В США большинство комментаторов входятся во мнении, что убийца российского посла мог, конечно, находиться под влиянием исламистов, но был, по сути, террористом-одиночкой. Поэтому вряд ли можно будет ожидать значительных изменений в ходе событий на Ближнем Востоке. С этим согласен и директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вайц. Я думаю, что принципиально это вряд ли повлияет на ход событий. Это не отразится на восстановлении российско-турецких отношений. Они продолжат укрепляться, и это даже их объединит на почве борьбы с терроризмом. Россия продолжит свои наступательные действия в Сирии совместно с режимом Башара Асада, и политика администрации Обамы не изменится так же. Накануне в Турции прошли массовые аресты подозываемых причастности к убийству российского дипломата. Были задержаны в том числе родственники Алтанташа и некоторые активисты движения проповедника Гюлена. При этом представители проповедника версию его причастности к теракту называют надуманной и несоответствующей действительности. Судя по публикациям в американской прессе, в США мало кто сомневается в том, что Россия может использовать атаку на посла в Анкаре для оправдания своих действий в Сирии, а Турция для борьбы с оппозиционным Анкаре, проповедником Гюленом, проживающим в США. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. Отношения между Россией и США на сегодняшний день фактически заморожены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. При этом, по его словам, называть избранного президента США Дональда Трампа человеком Кремля совершенно неправильно. Говорит, что он человек Путина только потому, что он говорит о готовности общаться с Путиным для того, чтобы решать проблемы, это тоже абсурд. Это абсолютный неконструктивизм. То есть это идеальный неконструктивизм. Известно, что зачастую Соединенных Штатов Америки ничем не гнушаются в ходе предвыборных кампаний. Ну и в первую очередь не гнушаются, конечно, русофобия. А как вы знаете, Соединенными Штатами Америки практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии. Мы не общаемся друг с другом. Или, по крайней мере, делаем это минимально. Напомню, в ходе предвыборной кампании в США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении налаживать отношения с Россией. В последние недели оппоненты обвиняют избранного президента в связях с Москвой. В частности, из-за утверждения американских спецслужб о том, что за хакерскими атаками на США во время недавних выборов стояла Россия. ПБР и ЦРУ утверждают, что эти атаки осуществлялись по указанию Кремля для того, чтобы помочь Дональду Трампу стать президентом. Заявление Пескова о замораживании контактов США и России прокомментировали в Вашингтоне. Представитель американского госдепартамента Джон Кирби дал иную оценку ситуации. Тот факт, что у нас есть существенные разногласия по некоторым вопросам с Москвой, широко известен, но прекращения диалога не было, говорится в его заявлении. Российские хакеры выстроили крупнейшую мошенническую схему, которая позволяет им зарабатывать до 5 миллионов долларов в день. Преступную схему раскрыла частная американская компания по кибербезопасности White Ops. Преступная схема под названием MedBot включает в себя около 570 тысяч зарегистрированных IP-адресов и более 250 тысяч фальшивых сайтов. С их помощью киберпреступники вводят в заблуждение рекламодателей и заставляют их платить за размещение видеороликов на специальных сайтах, маскирующихся под самые авторитетные СМИ и соцсети мира, в числе которых CNN, Fox News, Wall Street Journal, Facebook и многие другие. Мошенникам удается выдавать свои страницы за 6 тысяч популярных сайтов из США и других стран. Это работает следующим образом. Рекламодателям предлагается купить тысячу просмотров, к примеру, на сайте New York Times за 13 долларов. Далее в дело вступают боты, которые имитируют активность и создают у заказчика рекламы иллюзию просмотров. Сотрудники компании White Ops, раскрывшие преступную схему, назвали Медбот самой прибыльной мошеннической операцией с рекламой в интернете. Добавлю, что эта операция продолжает работать и прямо сейчас. В 2014 году огонь по Украине вела Россия. По крайней мере, в этом уверены эксперты исследовательского проекта Bellingcat, представивший новый доклад об артиллерийских ударах российских военных по украинской территории. Группа Bellingcat ранее занималась расследованием авиакатастрофы рейса MH17 над Донецком. Тогда международная следственная группа пришла к выводу, что пассажирский лайнер был сбит российской ракетой системы БУК с территории, подконтрольной донбасским сепаратистам. В новом докладе говорится, в тот самый период, когда в Донецкой области упал Boeing 777, то есть летом 2014 года, из России по соседней стране были выпущены тысячи снарядов. На основе каких данных сделали свои выводы сотрудники Bellingcat? Этот вопрос я адресую моему коллеге Валерию Кипелову, который присоединяется ко мне в студии. Валера, вам слово. Приветствую, Тихон. В упомянутом докладе содержатся новые данные, но общая суть и его ключевые выводы остаются прежними. В военных действиях на востоке Украины, начиная с лета 2014 года, украинской армии активно противостояли вооруженные силы России. Сразу нужно отметить, что основывались аналитики Bellingcat исключительно на материалах открытых источников, а именно на аэрофотоснимках различных спутниковых сервисов, фото- и видеоматериалах, размещаемых в интернете, на интервью очевидцев. Кроме того, была тщательно изучена территория, где предположительно стояла российская боевая техника. Следы от колес гаубиц и пусковых установок, обгоревшая от пороха трава. И, наконец, эксперты изучили характер тысяч воронок от снарядов, разорвавшихся на территориях, где во время противостояния два с половиной года назад находились украинские войска. Анализ всех этих данных с помощью метода кратерной морфологии сопоставления характера воронок в земле позволил экспертам установить траектории полетов этих снарядов и, что самое важное, исходные координаты пусков, то есть точки, откуда эти ракеты прилетали. Прилетали они, как значится в докладе, со стороны Российской Федерации. Только летом 2014 года, как фиксирует Беленкет, украинская территория обстреливалась с российского направления не менее 149 раз. Это по самым скромным подсчетам, подчеркивают аналитики. На данный момент в Беленкет насчитали 408 целей и объектов, обстрел которых тем летом велся через границу с российской стороны. Общее же число выпущенных тогда по Украине снарядов исчисляется тысячами. В своем твиттере члены Беленкет сами призывают всех читателей критично отнестись к докладу. Если вы не согласны с нашими выводами относительно нового расследования об атаках российской артиллерии, вы можете скачать все использованные нами данные и указать на наши ошибки. Но критики пока не последовало. Информационные ресурсы самопровозглашенных ЛНР и ДНР каждые несколько минут обновляются. Однако ни слова о группе Беленкет и ее докладе там нет. Равно как и на сайте главы сепаратистов ЛНР Игоря Плотницкого. Кстати, этот сайт зарегистрирован в доменной зоне .SU, то есть Советский Союз, обслуживанием которой с 2000 года занимается Российский фонд развития интернета. Реакции Кремля на сегодняшний доклад пока так же не последовало. Но ранее Москва все подобные выводы относительно своего участия в вооруженном конфликте в Украине официально категорически отрицало. Тихон. Спасибо, Валерий. Мой коллега Валерий Кипелов об очередных доказательствах активного участия России в вооруженном конфликте на востоке Украины. Вы смотрите новости на РТВ и буквально через две минуты после короткой рекламы «Свобода для насильника» в Израиле досрочно освобожден бывший президент страны Маше Кацав, отсидевший пять лет, ну и из Тель-Авива в Иерусалим. Посол Израиля в США призывает перенести американское посольство в еврейском государстве. Все это через пару минут на РТВ. Оставайтесь с нами. Вы смотрите РТВ. В эфире новости. Посол Израиля в США призывает перенести американское посольство в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим. Перенос посольства будет важным сигналом тем, кто пытается всячески затушевать связь еврейского народа с Иерусалимом, сказал Рон Дермер сегодня. Ранее в поддержку переноса американского дип-представительства неоднократно высказывался избранный президент США Дональд Трамп, в частности, выступая в Американо-израильском комитете по общественным связям. Кроме того, он объявил, что новым послом США в Израиле станет адвокат Дэвид Фридман, ярый сторонник переноса дип-миссии в Иерусалим. Ну а в самом Израиле из тюрьмы вышел бывший президент страны Маше Кацав. Экс-глава государства провел за решеткой пять лет из тех семи, к которым его приговорили за изнасилование. Досрочное освобождение Кацава в Израиле вызвало много споров. Дело в том, что в еврейском государстве действует практика сокращения срока заключенным, однако она не распространяется на убийц и насильников. Каким образом адвокатам Маше Кацава удалось убедить суд помиловать политика, выяснял мой коллега в Израиле Евгений Сава. Он присоединяется ко мне из Тель-Авива. Женя, добрый вечер. Добрый вечер, Тихон. С сегодняшнего дня, после пяти лет и пятнадцати дней в тюрьме, восьмой президент государства Израиля Маше Кацав – обычный гражданин, правда, с некоторыми ограничениями, которые на него наложила специальная комиссия по условно-досрочному освобождению. Итак, что же это за ограничения? Кацаву запрещено находиться вне дома с десяти вечера до шести утра. Он обязан каждую неделю отмечаться у специального офицера полиции. Раз в месяц с ним будут проводить дополнительную беседу. Он обязался пройти даже некий дополнительный курс реабилитации для сексуальных насильников. Правда, на данном этапе непонятно, как этот курс будет и кто эти люди, которые будут с ним вести беседу. Известно, что в тюрьме Кацав до последнего дня фактически не признавался в совершенном преступлении. Ну и, наконец, самое главное, Кацав продолжит получать пенсию. Это пенсия в размере 50 с лишним тысяч шекелей каждый месяц. Правда, у него не будет охраны, у него не будет машины. Ему даже не положен дополнительный офис как бывшим президентом, как бывшим премьер-министром. А решение о досрочном освобождении Кацава вместо семи лет, как я уже сказал, он сидел пять, было принято еще в воскресенье. И, по мнению адвоката, Моше Кацава, Циона Амира, Кацав расплакался, узнав о том, что ему не придется сидеть дополнительные два года. Это очень волнительный момент не только для Моше Кацава, но и для меня лично. Я его сопровождаю в этом деле с июля 2006 года. И я очень рад, что вся эта история наконец-то закончилась. И закончилась она досрочным освобождением. Тихон, в отличие от воскресенья, когда стало известно о досрочном освобождении Кацава, сегодня восьмой президент был более сдержанным в эмоциях. Такие на кадрах, которые приходят из его родного города Кирят-Малахи. Это можно видеть. Его встречали друзья, родственники, соседи. Многие из них считают, что Кацав не виновен, что он ни дня не должен был сидеть в тюрьме. И, конечно же, они полагали, что Кацава нужно как можно раньше освободить из тюрьмы. А с другой стороны, противники досрочного освобождения, кстати, многие политики говорят, что это плохой посыл для тех, кто совершает преступления на сексуальной почве. И что Кацав, совершая такие деяния, должен был сполна заплатить за это высокую цену. И поэтому они выступали и выступают против такого освобождения. Но, вне всяких сомнений, история Муши Кацава, которая началась 10 лет назад, включая 5 лет его тюремного срока, негативно скажется, сказалась на истории всего государства Израиля. Тихан. Спасибо. Евгений Сава, мой коллега, корреспондент Артевяй в Израиле. Вернемся в США. Соединенные Штаты расширяют ограничения на добычу нефти и газа на территории страны. Барак Обама распорядился полностью прекратить разработку месторождений в Арктике на побережье Аляски. Также запрет касается Атлантического побережья штата Мэриленд и Часапикского залива в окрестностях столицы США Вашингтона. В заявлении Белого дома отмечается, что запрет на добычу нефти в Арктике позволит сохранить уникальную экосистему региона. Интересно, что Дональд Трамп, избранный президент своей предвыборной кампании, увеличение добычи нефти и газа внутри США. Однако рассчитывать на месторождение на Аляске и побережье Атлантики новому президенту, судя по всему, не стоит. Запрет установлен на 5 лет, то есть пересмотреть его можно будет только после окончания президентских полномочий Трампа. Ну а сенаторы в штате Северной Каролины сегодня не смогли договориться об отмене скандального туалетного закона. Речь идет о запрете для трансгендеров свободно выбирать кабинки в школьных общественных туалетах. В марте этого года власти штата приняли закон, по которому дети и преподаватели трансгендеры обязаны посещать общественные туалеты в соответствии с тем полом, который указан в их свидетельстве о рождении. Тогда многие правозащитники и общественные деятели осуждали такое решение и говорили о дискриминации по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. На скандальное решение Сената Северной Каролины тогда отреагировал и Барак Обама. Он подписал специальную директиву, которая на федеральном уровне давала трансгендерам право самим выбирать кабинки в общественных туалетах. Вернуться к обсуждению закона в Северной Каролине решили после того, как сенаторам-демократам удалось предварительно договорить о пересмотре закона с представителями республиканской партии в Сенате штата. Ну что ж, это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Оставайтесь на РТВ. Меня зовут Тихон Зитков. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин